Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году продолжается ежегодная благотворительная акция «Елка желаний». Мечту двух воспитанников из Центра помощи детям Иволга исполнила Елена Лапушкина. Какие подарки получили дети, узнала мэри Елчан. Соня и Миша – воспитанники Центра помощи детям Иволга. Там находятся дети без попечения родителей. О том, что малыши хотят на Новый год, они написали Деду Морозу. Вот уже 13 лет в городе устанавливают елку с открытками, в которых маленькие самарцы с непростой судьбой пишут о своих мечтах. Я закатал машину на пульте управлений. Я мечтал стать гонщиком. Сегодня для детей провели экскурсию в музейно-выставочном центре «Самара космическая». Ребята увидели настоящие артефакты, составляющие ракетно-космической техники и модели ракет. Глава города Елена Лапушкина приготовила детям подарки, о которых они мечтали. Теперь Соня сможет научиться кататься на коньках, а у Миши появилась машинка, которую он так хотел. Так приятно видеть счастливые глаза детей, которые продолжают верить в Деда Мороза. И так приятно раз в год быть теми самыми Деда Морозами с Тригорочками, которые исполняют детские желания. В этом году исполнятся мечты более 500 маленьких самарцев, воспитывающихся в социальных учреждениях города. Снять открытку с елки и приобрести подарок может каждый. Всего за годы проведения благотворительной акции самарцы помогли исполнить мечты 10 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Самарской области 31 декабря будет выходным днем. Такое постановление подписал глава региона Дмитрий Азаров. Однако последние субботы года, 26 декабря, для всех госслужащих будет рабочий. Властям муниципалитетов и всем руководителям предприятий и организаций уже направили соответствующие рекомендации. Ранее президент России Владимир Путин также поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей стране. В Самарской области зарегистрировали 305 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 29 251. Такие данные в четверг 24 декабря опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 294 человека. А всего с начала пандемии из больниц выписались 26 978 пациентов. Самарские фудкорты заработали по новым правилам. Теперь посетители встречают официанты, а меню предлагается электронное через экран телефона. Того требуют новые правила безопасности, выработанные на оперштабе Самарской области по коронавирусу. И рекомендации Роспотребнадзора. Как их соблюдают, проверила наша съемочная группа. По новым правилам фудкорт хоть и на время превратился в ресторан. Посетители обслуживают официанты, встречают, провожают до столика и предлагают электронное меню. Клиент наводит камеру своего смартфона на специальный QR-код и делает заказ. Официанты и повара работают в масках и перчатках, обрабатывают все столики после каждого посетителя специальным хлоросодержащим веществом. Да, мы относимся к этим мерам с пониманием, потому что если мы будем все это соблюдать, то скорее получится победить ковид. Соблюдение новых требований безопасности ежедневно контролирует руководство торгового центра. На фудкорте, где сегодня проходил профилактический рейд, площадки арендуют 25 ресторанов, как федеральные, так и местные сети. Мобилизовали все наши силы, в этом участвуют как администрация торгового комплекса, службы клининга, охраны, постоянно проходят обходы, делаем замечания, если это необходимо. Ежедневно на проверку выходят и сотрудники районной администрации. В Куйбышевском районе 408 предприятий, занимающихся торговлей и организацией общественного питания. В отношении нарушителей составили уже более 70 материалов, их отправили в Роспотребнадзор. Как правило, сотрудник администрации выносит предупреждение, заполняется чек-лист на указанный объект. На следующий день выезжает сотрудник администрации повторно. Если замечание не устранено, составляется акт о выявлении нарушения, направляется в полномочный орган. Нарушителям в итоге грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности. Мария Левина, Николай Сидоров, События. В торговых центрах Самары появились дополнительные места для продажи сельхозпродукции. Они организованы, чтобы самарцы смогли по доступной цене купить товары местных производителей. Специализированные домики появились в разных концах города. На территории парковок у торговых центров в Самарской области сейчас установлено ограничительное требование не более одного покупателя на каждые 4 квадратных метра. И с появлением таких торговых точек у граждан появится возможность приобрести продукты на свежем воздухе, не рискуя здоровьем. Правительство России не допустило критического спада в экономике, а Центробанк предпринимает все меры, чтобы вернуть уровень инфляции к прежним 4%. Подробнее об этом в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Правительству удалось не допустить критического спада в экономике страны в условиях пандемии, заявил президент Владимир Путин. Несмотря на все трудности, были обеспечены стабильность и устойчивость макроэкономических показателей. Продолжена реализация знаковых инфраструктурных проектов. Были созданы и новые стимулы для поддержки жилищного строительства, отметил глава страны на встрече с Кабмином. В России подорожали картофель и яблоки, и это связано с неурожаем, зато почти не изменились в цене услуги связи, а билеты на поезда дальнего следования даже немного потешевели. Какие меры предпринимает Банк России и правительство, чтобы вернуть уровень инфляции к прежним 4%? Расскажем прямо сейчас. В Самарской области инфляция повысилась до 5%. Экономисты связывают это с ростом мировых цен на продовольствие на фоне не очень хорошего урожая. В том числе и в России, где в этом году собрали меньше картофеля и яблок. Сокращение посевных площадей и урожая сахарной свеклы привело к ускорению годовых темпов роста цен на сахар. Подорожание сахара в ноябре компенсировало длительное снижение стоимости этого продукта в предыдущие годы. Если присутствует повышенный спрос или урожай текущего года по ряду продуктов несколько меньше, чем в предыдущем году, цены растут заметнее. Избыток какой-либо продукции, напротив, приводит к торможению или даже некоторому снижению цен. Именно это мы и увидели в прошедшем месяце. Развитие конкуренции между производителями молочной продукции, сыра, свинины способствовало замедлению годовых темпов роста цен на эти продукты. Основной вклад в ускорение инфляции, непродовольственных товаров, несли автомобили и ювелирные изделия, которые продолжают пользоваться стабильным спросом. Рост цен на стиральные порошки, зубные щетки, бритвенные станки, напротив, замедлился благодаря маркетинговым акциям, которые проводили производители. Годовые темпы роста инфляции продолжают сдерживать динамика цен на моторное топливо. В результате действия компенсирующего механизма годовой прирост стоимости бензина составил 2,4%, как и в октябре. В 2021 году должны преобладать факторы, сдерживающие инфляцию. Банк России во взаимодействии с правительством принимает все необходимые меры для приближения инфляции к уровню в 4%. Для России это считается оптимальным, так как позволяет экономике развиваться и в то же время сохранять покупательную способность рубля. Медленнее всего в текущем году дорожали услуги связи. Кроме того, низкий спрос на поездки заметно сказался на стоимости проезда в поездах дальнего следования. А тем временем рубль начал показывать небольшое укрепление. Официальный курс доллара на 25 декабря – 74,84 рубля, доллар снизился на 62 копейки. Евро – 91,35 рубля, европейская валюта потеряла 63 копейки. Нефть марки Brent на 24 декабря – 51 доллар за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Новый корпус гальванического производства открылся на крупнейшем предприятии авиационного и космического строения ОДК «Кузнецов». На торжественной церемонии запуска этого цеха побывал директор авиационного кластера корпорации «Ростех» Анатолий Сердюков и наши корреспонденты. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Три, два, один, пуск! Световое шоу и синхронное нажатие на красные кнопки. Новый цех гальванического производства торжественно открыт. Долго мы строили этот корпус, эту гальванику, и слава богу, мы все-таки завершили его. И я хочу всех поздравить весь коллектив с этим замечательным событием. Берегите то, что создано. Наслаждайтесь той культурой производства, теми технологиями, тем оборудованием, которое на сегодняшний день доступно. Давайте сделаем так, чтобы этот цех был загружен, чтобы качество продукции оставалось на самом высоком уровне. Новый корпус обеспечит безопасной работой 165 действующих сотрудников. Ранее Ивана Захарова приходилось трудиться в старом цехе. Основные манипуляции главный специалист гальванического производства совершал вручную. Теперь оборудование полностью автоматизировано. Это небольшое для нас чудо, потому что очень много нового и свежего оборудования, которое будет намного удобнее. Ванны, которые сделали более удобно, то есть с помощью манипулятора, когда человек не будет нырять прямо в саму изъемкость, он будет непосредственно только работать с роботом. Помимо того, цех модернизирован по последним мировым экологическим стандартам качества. Оборудование проходит в цикличную стадию обеззараживания. Это чем-то похоже на циркуляцию жидкости в обычном аквапарке. Одна и та же вода используется в оборотном цикле несколько раз. Раньше мы могли обрабатывать в сутки 12-13 тысяч позиций номенклатурных. Здесь 15-16 тысяч и то не предел. Здесь есть локальные замкнутые очистные сооружения, что соответствует передовым экологическим стандартам. Сточная вода больше не загрязняет атмосферу и водоемы. Их очистка происходит механическим путем без простого основного оборудования. В создании цеха площадью свыше 11 тысяч квадратных метров инвестировали почти 3 миллиона рублей. Открывать новые производственные объекты для УДК Кузнецов – добрая традиция. Только в этом году на предприятии было введено в эксплуатацию три новых цеха. В ближайшее время здесь планируют открыть новый склад горюче-смазочных материалов для испытаний двигателей. Ольга Павлова, Григорий Плешаков, События. Более одного миллиарда рублей направила компания РКС Самара на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения города в этом году. Какие работы провели и как это в итоге скажется на городской системе водоснабжения, узнали наши корреспонденты. Строительство здания насосной станции на НФС-2 в Самаре выходит на финишную прямую. Реализация проекта позволит решить вопрос повышенной жесткости и минерализации воды в поселке Управленческий. Это новые технологии, это новый подбор реагентов, это, в общем, новые качества воды. Грунтовые воды все имеют большую жесткость. И я уверен, что многие ждут, когда придет отсюда, со сведенного оврага, чистая вода из поверхностного водозабора, мягкая вода. Стройка на НФС-2 идет по инвестиционной программе компании РКС Самара. Она рассчитана до 2023 года. Общее финансирование составит 4,5 миллиарда рублей. Миллиард 241 миллион пришелся на 2020 год, что для нас крупнейшее финансовое вливание за нашу деятельность, имеется в виду за год, что требует, естественно, большого объема работ. Значит, на этот год порядка 54 объектов у нас параллельно запущено в работу. Часть из них сделана, часть – большие, серьезные объекты, переходящие. В следующем году РКС Самара продолжит работу не только на НФС-2 и в поселке Управленческий. На НФС-1 на Советскую армию устанавливают новейшее электрооборудование, которое защитит сети от гидроударов и повысит энергоэффективность объекта. Подводятся сети к жилью для многодетных семей в районе Орлова Оврага. Масштабные работы развернулись на городских очистных канализационных сооружениях. Здесь возводится комплекс биологической доочистки сточных вод и здания механических решеток. Все это значительно укрепит экологический барьер между городом-миллионником и Волгой. Инвестпрограмма РКС Самара позволит развернуть работы такого масштаба, которых не было в системе водоснабжения и водоотведения города с 70-х годов прошлого века. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События. В Самаре продолжается уборка дорог и тротуаров от снега. Службы благоустройства очистили большинство улиц. Их приводили в порядок 355 уборщиков и 325 единиц техники. Повышенное внимание уделяется состоянию участков, обновленных на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подробнее расскажет Елена Малютина. Каждый будний день Олег Степанов просыпается раньше восхода солнца и спешит на работу. В любую погоду, не покладая руку, он убирает город. С начала сезона с улицы Мичурина вывезли на специализированные полигоны около 500 тонн снега. Приходится долбить и лед, и снег, и всякая грязь убирать. Тут физическая нагрузка у нас хорошая. Вы сами видите, какие тут все довольно-таки крепкие машины. Расчистки тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, дорог, трамвайного полотна. Всем этим на улице Мичурина занимаются более 10 специалистов и 10 единиц техники. Жители высоко оценивают работу служб благоустройства. Чистый город, как говорится, должен быть. Коммунальные службы хорошо работают, нравится. Визуально даже если посмотреть, везде расчищены, все хорошо. Проезжая часть тротуара. На улице Мичурина основной комплекс по содержанию уличной дорожной сети уже выполнен. Сейчас около бордюров собирают остатки снега и щеткой зачищают тротуары. Два раза в неделю проводят мониторинг специалисты контроля за содержанием автомобильных дорог и объектов благоустройства. В случае выявления недостатков выписывают предписание для устранения недочетов. Уже в эти выходные синоптики прогнозируют снегопад. Городские службы и подрядчики к нему готовы. В первую очередь будут убирать дороги, по которым ходит общественный транспорт и где находятся социальные объекты. В случае необходимости будут применять триагенты. В связи с многочисленными обращениями граждан в социальных сетях, в Твиттере был пересмотрен расход. Сейчас стали это делать более локально и обрабатывают именно там, где это на самом деле необходимо и нужно. В первую очередь это делается для безопасности наших граждан как на проезжей части, так и на тротуарах. Коммунальщики уделяют повышенное внимание дорогам, которые в этом году были отремонтированы комплексно и большими картами. По национальному проекту – безопасные и качественные автомобильные дороги. Чтобы они сохранили свой первоначальный внешний вид и прослужили горожанам после ремонта как можно дольше. Елена Малютина, Григорий Пришаков. События. Добрые новости. Под таким названием уже восьмой год подряд в регионе стартует конкурс социальной рекламы и общественных инициатив. Журналисты, блогеры, фотографы, студенты, пресс-службы и общественные организации принять участие может любой желающий. Будут рассматриваться как единичные публикации, так и целые социальные и пиар-проекты. Подробности у Гульфии Сафиной. А у нас для вас добрые новости. Одноименный конкурс социальной рекламы и общественных инициатив стартует в регионе 28 декабря. Жюри будет оценивать аудиоролики, телевизионные сюжеты и печатные публикации, социальные рекламы, плакаты и целые проекты. Все то, что за минувший год делало общее инфополе чуть добрее. Наверное, в этом году мы ни в каком другом периоде все-таки нуждаемся для того, чтобы все-таки показывать вот эти примеры доброты, примеры ответственного отношения друг к другу. И этот период их дал огромное-огромное количество. Сегодня Оргкомитет и Союз журналистов Самарской области провели первое заседание. Обсудили номинации и критерии отбора потенциальных победителей. Главное, чтобы произведение было опубликовано в период с 1 января 2020 года по 1 апреля 2021. Победят самые позитивные, креативные и актуальные. Теме героизма врачей в пору пандемии также особое внимание. Очень много заявок. Здесь появляется творчество и гражданская позиция. Речь идет о позитивных новостях. Я лично сам оптимист и думаю, что и мои коллеги поддержат меня и тоже будут оптимистами. Я призываю вас быть оптимистами и надеюсь, что весь самарский край, весь самарский народ будет оптимистом и мы все победим. Начиная с 2012 года в конкурсе приняли участие 15 тысяч самарцев. 14 номинаций и 27 направлений. От печатных СМИ до блогеров и юнкоров. Подать заявку можно до 1 апреля. Победители определят уже в мае. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События. В Самаре подвели итоги конкурса на лучшее праздничное оформление. В разных районах города сотни предприятий и организаций украсили свои помещения к Новому году. Кто подготовился лучше всего, выяснила Лариса Шалафаст. Заходя в детский сад, маленькие воспитанники и их родители погружаются в настоящую новогоднюю сказку. На окнах здания сюжеты из любимых всеми мультфильмов «Снежная королева» и «Зима в Простоквашино». У центрального входа оформлена праздничная фотозона. 362-й детский сад – один из участников городского конкурса на лучшее праздничное оформление. Новогоднее настроение в учреждении создавали общими усилиями. Новогодние фантазии, созданные руками наших педагогов и родителей, для участия в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление», проведенном внутри ДОУ, дали стимул и желание поучаствовать нам в городском смотре конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов и входных зон муниципальных образовательных учреждений. Тем самым постарались создать все, чтобы улучшить внешний облик предновогодних дней нашего родного Красноглинского района и любимого города Самара. По традиции, к Новому году фасады зданий украшали многие организации и предприятия во всех районах Самары. В конкурсе на лучшее праздничное оформление приняли участие более 300 организаций. Он проводится в два этапа. Сначала соревновались, кто ярче и интереснее раскрасит фасады и прилегающую территорию на районном уровне. Лучшие вышли в городской этап. Районные этапы конкурса проводились в период с 1 по 15 декабря. Победителями и призерами районных этапов стали 117 организаций. И победители – это первое место районных этапов – стали участниками городского округа, который проводится у нас сейчас с период с 21 по 25 декабря. На городском этапе конкурса жюри оценивало финалистов по нескольким критериям. Световое тематическое оформление, оригинальность и композиционное решение при оформлении витрин, фасадов, входной группы и прилегающей территории. В итоге победителей определили в четырех основных номинациях. Предприятие производственной сферы, сферы услуг, учреждения образования, здравоохранения, культуры и соцобеспечения. Внутридворовые территории. Организации победителей конкурса получат памятные награды. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Время зажигать огни. В этом году в тренде экологичные новогодние украшения. Как нарядить елку стильно и при этом привлечь удачу, спросила у экспертов Мария Левина. Сухофрукты, шишки и фигуры зверят. В этом году это самые популярные и стильные елочные украшения. Если в 2019 дизайнеры отказывались от игрушек вовсе, делая акцент на праздничные огни, то сегодня небольшое количество шаров только приветствуется. Но главный тренд года – экологичные украшения, сделанные из натуральных материалов. Человек хочет уже такой сказки какой-то, как в детстве. Поэтому используются и птички, и фигурки на елочках, чтобы создать антураж. Шишечки, какие-то орехи – все это в доступе. Можно это все найти. Насушить апельсинов, мандаринов, грейпфрутов, яблочков. Все это украсить елочку, какой-то бадьян взять, корица. И мало того, что это красиво и это натурально, так это еще и очень пахнет и ароматно. Эко-игрушки можно и нужно комбинировать с обычными, говорят фолористы. В этом году стоит придерживаться нежных оттенков. Хорошо сочетаются золото и серебро, которые можно разбавить, например, шишками или фигурками зверят. Хорошая идея – воссоздать на елочке ретро-наряд. Но для этого нужно умело скомбинировать старые стеклянные советские игрушки, которые остались в большинстве домов, с современными шарами. Но и здесь нужно знать меру. Классические цвета для украшения хвойной – это красный и золотой. Бояться разозлить бычка не стоит, ведь, как известно, рогатый не различает цветов. Напротив, все яркое и красочное только приветствуется, как в одежде и украшениях, так и интерьере, чтобы год был щедр на счастливые моменты. В следующем году в китайской астрологии не хватает элемента огня. А элемент огонь – это в первую очередь яркие акценты. Также очень полезно жесть свечи. Свечи – это про огонь. И они и очищают энергию пространства, и в том числе добавляют нужной энергии для удачи. Елка с многочисленными огоньками служит активатором энергии. Поэтому, говорят специалисты, важно не столько, как ее нарядить, сколько выбрать место, куда ее поставить. Самые благоприятные сектора для установки новогоднего дерева – это запад, северо-запад и северо-восток. Самарцы уже вовсю закупаются праздничными деревьями. Искусственная ель или живое хвойное – какой будет ваша новогодняя красавица – решать исключительно вам. От этого не зависит ни ее будущее оформление, ни уж тем более экзотерика. Исключительно ваше настроение. Ну и немного бюджет. Например, искусственная елка обойдется вам от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Но если все-таки сердце захочет ароматную елочку, то придется раскошелиться в среднем на 500 рублей. А чтобы денег в новом году было побольше, астрологи рекомендуют открыть для себя новое увлечение. То, что раньше боялись даже попробовать. Бык оценит смелость и решительность ваших поступков. Маленькими шагами, но важно двигаться вперед. Тем более, что звезды заверяют. Люди и обстоятельства 2021 года настроены на взаимопомощь. Мария Левина, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самаргиз, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова